Если я слышал что-то один раз, то я слышал это сто раз. Я слышал разные вариации, но суть вопроса одна. Почему я не могу одержать победу в жизни? Почему я не могу жить христианской жизнью в радости, победе, достигая чего-то для Господа? А я скажу вам почему. Суть проста. Она связана с одной общей особенностью — неправильным взглядом на поклонение, неправильным взглядом на поклонение и только. То, что люди называют сегодня поклонением, никак не связано с библейским поклонением. Никак. Вопрос в том, что же такое настоящее поклонение? И почему люди не понимают его? А я отвечу почему. Это слово на английском языке происходит с латынием. На иврите слово другое, но значение такое же. В оригинале это слово означает «достоин овцы». А вот каково его происхождение. И вопрос в том, чего Бог достоин в нашем случае. Чего? Бог стоит для меня. Суть поклонения не в том, что мы можем получить от Него, но в том, что мы можем дать Ему. Это вся суть. И тут многие путаются. Поклонение — это не когда мы получаем, а когда даем. А вот почему люди бегают, пытаясь обрести победу в жизни, стабильность, духовный рост, и не могут найти их. Послушайте, что Павел сказал в послании филиппицам, третьей главе, третьем стихе. «Мы, служащие Богу, духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не наплодь надеющиеся». Иисус сказал, обращаясь к Самаринке, «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Настоящее поклонение — это не что-то, что я могу получить от Бога. Это когда я показываю, как дорог Бог для меня. Настоящее поклонение имеет множество обличий. Конечно, хвала, молитва, провозглашения, жертвенные даяния. Все это части поклонения. И послание к Ефесиным сказано, что во Христе Иисусе мы уже благословлены всеми духовными благословениями. Сколькими? Во Христе Иисусе мы уже имеем все сокровища знаний и мудрости. Скажите, сколько? Все. Во Христе Иисусе мы стали полноценными. Радость и уверенность в христианской жизни они приходят не тогда, когда мы пытаемся взять у Бога больше, получить и снова получить. Наоборот, мы даем больше себя Богу, потому что Бог уже дал вам все, что у вас есть. Все, что нам нужно сделать, так это принять то, что Он нам дал. Вы должны знать, как сделать это. И послание к римлянам 12 глава говорит нам об этом. С 1 по 8 стих. Павел открывает нам единственный путь к настоящей радости, уверенности, удовлетворенности и победе в христианской жизни. Послушайте, поклонение — это не эмоциональный подъем, который потом спадает, и вы снова оказываетесь на дне. 1 стих. Итак, «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это ваше духовное поклонение». Здесь нам рассказывается, для чего это нужно. Для милосердия Божьего. Помни о милосердии Божьем, о том, что вы видели в послании к римлянам 11 главе, и особенно в 33 стихе. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего». Мы видим милость Божию. Теперь, когда Он явил милость иудеям и язычникам, чтобы они поверили в Иисуса, Он явил милость всем. Привитые ветви, язычникам и натуральные ветви, иудеям. И мы должны ответить на эту невероятную, неописуемую, фантастическую милость благодати Божией. И мы отвечаем, проявляя благодарность милости Божией. Это ваш секрет постоянства, радости, победы и удовлетворенности. Что же это за секрет такой? Это приношение Богу вашего духовного поклонения. Как мне принести Богу свое тело в качестве духовной жертвы? Я залезу на алтарь, как это делали в Ветхом Завете. Итак, Боже, вот он я, на алтаре. Пошли огонь с небес. Может быть, нам следует сделать так, как делали ветхозаветные святые? Наверняка нет. Я не хотел говорить это, потому что некоторые из вас могли сказать, «Да, Господи, пошли в свой огонь! Вот он я на алтаре! Господь прощает вас! Вот я есть жертва!» Во-первых, когда Павел говорит о приношении наших тел, то он не имеет в виду кости, плоть, ткани и кожу. Он не говорит о нашем теле. Нет, он говорит обо всем, что мы есть. А вот что он имеет в виду. В Ветхом Завете жертву убивали. В Новом Завете жертва должна жить. Намного сложнее жить для Иисуса, чем умереть для Него. Вы знали об этом? В Ветхом Завете жертва стоила части чьих-то денег. В Новом Завете вы должны быть готовы пожертвовать всем. В Ветхом Завете жертва должна была быть без пороков. В Новом Завете жертва должна полностью отдаться Богу. В Ветхом Завете жертва несла приятный аромат Богу. В Новом Завете жертва должна быть угодно Господу. Одно дело умереть для Бога и совсем другое жить для Него. Это медленная смерть для себя и принятие жизни Христа вас. Куда бы вы ни шли с вами идет живая жертва. В Зале Переговоров живая жертва. На Заводе также живая жертва дома. Живая жертва в помощи. Живая жертва в служении, в даянии. Я живая жертва. Куда бы я ни пошел, возлюбленная, а дать себя в духовном поклонении нас должна мотивировать реакция на Божью милость. Всегда. Цель даяния угодить Господу, угодить Ему одному. Прежде чем сказать слово, я спрашиваю себя, а будут ли эти слова угодны Господу? Прежде чем сказать что-то плохое о ком-то или выразить неблагодарность, я спрашиваю так, будет ли это угодно Господу? Прежде чем позволить горечи проникнуть в сердце и заполнить его самосожалением, я спрашиваю, а угодно ли это тебе, Господь? Прежде чем позволить ногам увести меня с места, в которое я не должен ходить, я спрашиваю, это угодно Господу? Вот в чем вся суть. Возлюбленная, отдайтесь с Богом, когда Бог проверял Авраама и сказал ему, отдай мне Исаака, то фактически он сказал так, отдай мне все, что у тебя есть. Исаак был дороже всего Аврааму, а знаете, что послание к евреям говорит о реакции Авраама? Он сказал, сейчас мы увидим чудеса, Бог воскресит моего сына из мертвых. Мне не терпится увидеть, как Бог решит этот вопрос. Почему Бог попросил Авраама сделать это? Ему не нужен был Исаак. Он сам дал ему Исаака. Он хотел увидеть, не перешла ли привязанность Авраама от Господа к благословению. Он хотел увидеть его повиновение. Он хотел, чтобы Авраам сказал, Господи, все, что есть, пришло от Тебя, и все это Твое. Богу не нужно это, но он желает, чтобы вы были готовы отдать ему все. Давид желал построить храм Господу. Он взял свои амбиции и просто отложил их в сторону. Боже, бери их, используй их полностью. Итак, я умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для духовного поклонения. А после этого апостол Павел говорит о духовных дарах, которые есть у каждого верующего. Ну, хотя бы по одному. У некоторых больше одного. Второй стих гласит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Дальше часть от Майкла Юсефа, только чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Мы живем в культуре, которая вгоняет каждого из нас в скорбь. Она следует принципам конформизма. Мы видим это повсюду. Конформизм. Кто-то пытается быть иным, они сразу же набрасываются на него или на нее. Возлюбленные, послушайте, сегодня мало кто идет против в течение культуры. Если какой-то известный пастор встает и говорит «Бог велик», есть много путей к Богу, а не только через Иисуса. Тысячи молодых пастырей начинают проповедовать это, и это трагедия. Другой известный проповедник скажет «Мы не должны осуждать грех, мы можем и принять его». И через несколько недель тысячи молодых пастырей начинают проповедовать эту ложь. Не обманывайтесь. Сатана понимает сильное желание конформизма и весьма хорошо. Он использует его по максимуму. Почему? Потому что цель сатаны уничтожить церковь Иисуса Христа. Вас это удивляет? Вообще-то не должно. Поймите, хотя бы один момент из второго стиха. Будьте готовы подняться в одиночку. Отличайтесь от масс. Стоите твердо, когда другие уступают. Будьте Даниилом, будьте Сидрахом, Мисахом или Авденага. Говорите «нет», когда другие говорят «да». Говорите «нет». Это не по Библии. Свидетельствуйте, стойте твердо против небиблейской церкви. Если вам придется уйти из этой церкви, уйдите. Почему? Потому что преображение ума приводит к преображению воли, а преображение воли откроет вам волю Божию. Вы станете едины с волей Божией. У вас будет тот же ум, что у Христа Иисуса. Так что преобразуйтесь. Аминь. Слово «преобразуйтесь» в оригинале звучит как метаморфозис. Это когда что-то превращается из одной формы в другую. Это превращение головастика в лягушку или гусеницы в бабочку. Я хочу сказать, что многим гусеницам в этой церкви пора стать бабочками. Вам пора уже летать. Покиньте свой кокон. Покиньте свой кокон и начните летать. Это же слово используется в Евангелиях для описания того, что случилось на горе преображения. Иисус взял Петра, Иоанна, Иакова на гору преображения. Это слово означает трансформацию. Внутренняя сущность Господа проявилась через его тело. Сказано, что лицо его светилось. Вот что значит преобразиться. Посмотрите со мной на фрагмент с 3 по 6 стих. Я знаю, что у меня долгие вступления, но я доберусь до проповеди. Так бывает. Здесь апостол Павел дает нам практические советы для того, чтобы мы принесли себя в жертву нашему Господу Иисусу Христу. мы не можем принести себя Господу, когда сидим на благословенной уверенности и ничего не делаем. Почему же так? Потому что активное служение Господу приносит Ему честь. И вот в чем подвох. Исключений нет. Потому что нет исключений в принятии Духа Святого и Его даров нам. Вы услышали? Возлюбленные. Множество исследований показывает, что самые гениальные люди используют лишь 11% мозга. Наверняка вы знали об этом. Почти 90% не используются даже самыми умными. И мне кажется, что те же проценты представлены в церкви. Если растянуть, то можем получить 20 и 80 20 процентов делают всю работу, дают деньги, служат, а 80 процентов зрителей они наблюдают. А вот путь истинного поклонения он начинается самоотречения духовного поклонения и отдачи воли Божией. А оттуда он переходит к безвозмездному служению в делах Божьих исключений не существует. Посмотрите на третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Видите, всем, без исключений. Есть две крайности, которые разрушают церковь Господа Иисуса Христа. Пожалуйста, послушайте внимательно. Обе эти вещи делают церковь Иисуса неэффективной. Одна крайность, когда человек думает о себе больше, чем положено. Они смотрят свысока на других. Пусть, мол, те работают. Они работники, а я принц церкви. Я не работаю. Они считают, что служение ниже их достоинством. Это одна крайность. Вторая крайность — это самоуничижение. Такой человек обычно говорит, «Я недостоин. Мне нечего предложить. Я не могу ничего делать». Это ложный взгляд, который парализует церковь Иисуса Христа. Вы со мной? Причем как первый, так и второй. Оба взгляда ложны. И каков же ответ? Ответ на эти крайности дается нам здесь, в Писании, в третьем стихе. Павел говорит, чтобы мы правильно воспринимали себя. В четвертом и пятом стихах он говорит, что мы должны адекватно воспринимать и других. В третьих, шестого, по восьмой стих, он говорит, что у нас должен быть менталитет активного служения, менталитет активного служения. Правильное самовосприятие — это когда я не надмиваюсь и не уничижаю себя. я реалистично смотрю на себя, как мне правильно воспринимать себя, не фокусируясь на том, кто лучше меня или на том, кто хуже меня. Почему же так? Да потому что всегда можно найти кого-то, кто лучше вас и кто хуже, если вы фокусируетесь на том, кого считаете лучше себя или у кого другие дары, вы впадете в ложное отчаяние. Можете не сомневаться, это произойдет. Если же вы будете смотреть на кого-то, кого считаете хуже себя, или у кого другие дары, у вас будет чувство надменности. Обе крайности опасны, они ошибочны. Для правильной оценки нам нужны отношения с Господом Иисусом Христом. Вы должны фокусироваться только на Иисусе. Когда вы будете смотреть на Него, то будете здраво оценивать себя, правильно смотреть на себя. Почему? Потому что Бог не дает нам всем одну меру веры. Он дает одну меру веры вам, другую им, третью мне. Когда вы верно служите в той мере веры, что Он дал вам, вы не будете отчаиваться, вы не будете расстраиваться. Преображение разума поможет вам правильно смотреть на себя. Я услышу аминь на это. Преображение разума поможет вам, ну и во-вторых, это поможет вам адекватно воспринимать других. Четвертый и пятый стихи. Представьте, что вы летите на самолете и внезапно слышите, мы приняли решение поменяться местами. Пилоты будут подавать еду, а стюардессы будут управлять самолетом. Представьте себе, какое ужасное обслуживание вас ожидает. Ну и что, что самолет разобьется? Представьте себе тот ужас, если бы я каждое воскресенье пел соло. Вы разбежитесь по домам на пятой минуте служения, и Павел говорит нам, не завидуйте дарам других людей, не пренебрегайте своими дарами, не желайте других даров, не тратьте свою жизнь на жалобы о том, что ваш дар не важен. Бог, который знал вас до создания земли, дал дар, который идеально подходит вам, не для кого-то еще, а для вас, начните поклоняться Богу, используя свои силы и дары, возлюбленные. А вот как серьезно Библия относится к использованию духовных даров каждым из нас. наш преображенный разум дает нам правильно самовоспринимать себя. Он позволяет нам адекватно воспринимать других. Кроме того, наш преображенный разум позволяет нам служить активно. Возлюбленные, Писание говорит, что когда мы рождаемся свыше, Дух Святой приходит, чтобы жить в нас, но Он не приходит с пустыми руками. Он всегда приходит с дарами, запомните. Или одним даром, или несколькими, но большинство их больше одного. Это ваш подарок на духовный день рождения. Дух Святой вручает его вам. Я расстраиваюсь от того, что есть люди, которые так и не открывают этот замечательный подарок. За ними идут люди, которые открывают дар и говорят, «Он мне не нравится». Они просто кладут его на полку и работают без него до конца жизни. А тем временем тело Христово страдает из-за того, что их нет, из-за отсутствия этих даров. Некоторые говорят, «Я ничего не получил от церкви. Церковь совершенно ничего не сделала для меня». Подумайте о потерях других из-за вашего отсутствия. Задумайтесь над этим как следует и поймите, что вы, вы драгоценны для Господа. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Юсефом. Продолжение следует... Редактор субтитров